Большое количество жалоб от жителей области поступает и на состояние рек, озер, полей. Люди переживают за экологию нашего региона. И хотя специалисты отмечают улучшения в борьбе с экологическими правонарушениями, не все так гладко. Тормозится реализация сразу нескольких глобальных проектов, как, например, возведение калининградских очистных сооружений. Положительные и отрицательные предварительные итоги самой долгой и самой дорогой уборки области подвел Владимир Селеневич. Его репортаж о том, что сделано в Янтарном крае в 2013 году, который объявлен в России годом экологии. Полгода позади и борцы за чистоту окружающей среды уже подводят промежуточные результаты года экологии. Стоит отдать должное зеленым и природоохранным организациям. Они выявили уже более 500 нарушений. Причем львиная доля обращений в прокуратуру поступила именно со стороны общественников и неравнодушных жителей области. Более половины обращений в прокуратуру, которые поступили за 2013 год, они поступили от общественных организаций. Мы стараемся реагировать на каждое обращение, на каждую жалобу, реагировать адекватно и применять те меры прокурорского реагирования, которые необходимы в соответствии с федеральным законодательством. Правительство региона тоже борется за улучшение качества окружающей среды. Правда, тут результаты немного скромнее. Около сотни выявленных нарушений. К слову, в 2013 запланировано всего 11 мероприятий по оздоровлению экологической обстановки. Практически все это просветительская деятельность, различные семинары и конкурсы детских рисунков. Также в этом году в регионе заканчивается реализация пятилетней федеральной экологической программы. За пять лет на уборку интерного края выделили около 18 миллиардов рублей. Деньги предназначались на организацию новых полигонов ТБО и очистных сооружений. Всего около 140 объектов. Из них 99 уже введено в эксплуатацию. То есть они либо построены, либо модернизированы. Реносирование на 2013 год предусмотрено. На 2013 год у нас предусмотрено 1 миллиард 824 миллиона. На что потратите? Мы тратим мероприятия, касающиеся охраны атмосферного воздуха, водных объектов. Рациональный использователь природных ресурсов. Но почему-то такие важные глобальные проекты, как Калининградские очистные сооружения, до сих пор не реализованы. Отставание от графика сдачи объекта уже составило около двух лет. То есть акватория Балтийского моря до сих пор загрязняется фекальными водами. Чему не очень рады наши соседи по Балтике. Да и пляжи области находятся не в лучшем состоянии. Эту неутешительную картину дополняет периодическое возгорание полигонов ТБО, вырубка парков и загрязнение рек. Мы обязаны ежемесячно предоставлять исчерпывающую информацию по исполнению мероприятий, которые заложены в план. Мы эту работу проводим. Кроме того, куда направляем, кроме текстовой части направляем и фотоматериалы. Всего в нашем плане Калининградской области заложено 11 мероприятий на 2013 год. Часть мероприятий сейчас находится в стадии исполнения. Часть мероприятий уже выполнена. В общем, цитирой одного известного российского рок-музыканта в Калининградской области в части экологического оздоровления «Всё идёт по плану». Завершается, пожалуй, самая чистая пятилетка в нашем регионе. А почувствовали ли на себе улучшение экологической обстановки жителей области, мы решили поинтересоваться на улицах города. Какая экология в нашем регионе? Плохая. К тому же ещё вырубается очень много деревьев, которых не следовало вообще вырубать бы. Когда-то при Советском Союзе кричали, что Калининград сам зеленый город. А сейчас потому что он превратился. Мы превращаемся, как тот мегаполис Москва. В одни карточные домики. Скажи, у нас плохая экология или хорошая? Я думаю, что более чем плохая. Ну, по идее, получается, что плохая. Но раз только вложили денег в экологию, а результата нет. У нас очень плохая экология в городе, в области. У нас в Калининграде паршивая экология. У нас слишком изобилие машин автотранспорта личного. Вот знаете, мэр мягко сделал. По счетным ездят с счетными номерами, а по несчетным с несчетными. Сразу на 40% нагрузка уменьшилась. Согласно данным, опубликованным в интернет-журнале «Право и безопасность», за последние 4 года в Калининградской области на 40% выросло количество заболеваний бронхиальной астмой. А это прямое следствие неблагоприятной экологической обстановки. Такой вот сухой язык цифр. Я считаю, что расходование средств на оздоровление экологии Калининградской области неэффективно. Надо сказать, что серьезные капиталы вложения сделаны, например, в очистные сооружения по области, в том числе очистные сооружения Калининградской города Калининграда. Но очистные сооружения до сих пор не введены в эксплуатацию. Как известно, там идет затягивание сроков. Уже на 2 года практически просрочена сдача этих объектов. И все это время, все эти 2 года продолжает оказываться негативное воздействие на окружающую среду, на бассейн Балтийского моря. Между тем, программа экологического оздоровления региона уже реализована на 2 третьих. Остается лишь надеяться, что в ближайшие полгода оставшуюся часть работ все-таки удастся выполнить. Владимир Селеневич, Сергей Мещеряков, Виталий Бунаков, Ирина Федоренко. Служба новостей.